Дочь художника Аблхана Костеева Гульдария этого дня ждала 5 лет. Финансовым полицейским удалось найти часть похищенных полотен, описанных её отцом. И вот сегодня две найденные картины «Товарищ Сулеймена в операции на своём знаменитом бегунце 1931 года» и «Инвалид Великой Отечественной войны, беседуя с колхозниками» 1943 года были возвращены в Центральный государственный архив. Именно отсюда в 2008 году были украдены в общей сложности 20 картин народного художника Костеева. Этот случай стал беспрецедентным в истории мегаполиса. При этом точно сказать, когда пропала коллекция, никто не может. Ну потому что полтора миллиона документов, их невозможно каждый день проверять. Но здесь по правилам, которые идёт проверка наличия, через определённый срок, это может быть и 10 лет один раз проверка наличия, это может быть и 15 раз, то есть 15 лет один раз. О судьбе ещё 18 полотен пока ничего не известно. Обнаружить эти две картины удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в тот момент, когда сбытчик пытался продать работы на чёрном рынке. Всего за 15 тысяч долларов США. Эксперты полагают, что продавец понятия не имел об истинной стоимости шедевров, которые включены в список исторических и художественных ценностей Казахстана. Уголовное дело сегодня расследуется, по факту, возможно, похалатность. И это дело сейчас находится у нас в производстве. Но через средства массовой информации хочу обратить всем гражданам нашего государства, которые, особенно алматинцам, если попали в ваши руки картины, нашего великого художника Костеева, просим ее вернуть. Сейчас следователи проверяют факты причастности к хищению картин бывших руководителей Центрального государственного архива и других сотрудников. Подозрение пало на работников архива еще и потому, что из хранилища были украдены только подлинники, а копии этих работ остались нетронутыми. Поиск остальных полотен продолжается. Не исключено, что по данному делу будет возбуждено еще несколько уголовных дел. Айгель Мавдебек, Рашидин Якупов, телеканал Алматы.